Здравствуйте, дорогие зрители! Мы сегодня с нашим маленьким Боречкой вам расскажем, как очень легко выучить падежи и вопросы к ним. Именительный падеж очень легко, кто что, да? Все мы его знаем. Родительный падеж немножечко посложнее, но его все-таки можно запомнить. Мы представляем родителей, которые не смогли найти своего ребенка или книжку. И они говорят, нет кого? Дашеньки, например. Нет чего? Книжки. Просто они Дашеньку, Дашенька убежала на улицу играть, а книжку забыли, где положили, поэтому не могут найти. Но мы представляем себе родителей, которые кого-то, чего-то не нашли и говорят, нет кого, нет чего. Все очень просто. Так, давайте вот так вот встанем, чтобы было падежи. Видно нам? Дальше. Дательный падеж. Ну, тут тоже очень все просто. Даю кому? Даю чему? Да? Даю кому? Папе. Даю чему? Машинке в воду, например. Винительный. Виню. Ну, здесь вот вижу кого, чего, да? А мы придумали по-своему. Виню кого? Ну, например, там, не знаю, маму, да? Или там сестру, да? Забрала на мне игрушки. Виню что? Дождь за то, что он испортил мне прогулку на улице. То есть виню, винительный, кого что? Творительный. Здесь тоже, видите, горжусь предлагают. Но творительный, видите, мы каждый падеж стараемся, чтобы он у нас с чем-то ассоциировался, какая-то была картинка в уме, тогда очень легко запомнить. Творительный. Обычно мы творим карандашами, красками, иногда чьими-то руками. Например, творю кем? Папой. Творю. А папа творит чем? Инструментом. То есть, понимаете, да? Руками папы. Кем? Руками папы. А папа творит чем? Инструментами. Или творю чем? Красками рисунок, например. То есть творительный, творю кем или чем. И предложный. Думаю о ком, о чем. Но вот мы к предложному этому слову добавляем. Предлагаю подумать о ком, о чем. Предлагаю вот каждый-каждый падеж у нас в уме ассоциируется с определенной картинкой и очень легко запомнить. Ну, конечно же, последовательность именительно-родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Это как стишок запомнили. Мы его запоминаем специально на пальчиках. Именительный, творительный, дательный, ой, именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. И вот прямо вот так вот запоминаем, запоминаем. Это нам понадобится для того, чтобы потом с легкостью находить окончание при склонениях. Первое, второе, третье склонение, оно будет нужно, чтобы правильно писать окончание в именах существительных, в разных падежах. Поэтому я предлагаю сразу запоминать на пальчиках. И у нас на канале либо уже вышло, либо выйдет видео, где мы будем эти пальчики потом использовать, и падежи будем на пальчиках использовать, чтобы с легкостью потом находить окончание. Поэтому вот таким образом мы запомнили, запомнили наши детки, очень хороший способ. И у нас сыну 7 лет, и он тоже с легкостью щелкает, и с легкостью помнит вопросы к каждому падежу. Всего лишь ему стоит родительный, да, родители не нашли, нет кого чего. И так далее. Поэтому, надеюсь, видео вам было полезным. Оставайтесь с нами, мы постараемся постоянно снимать какие-то хитрости, которые мы выдумываем в обучении, чтобы обучение давалось вашим деткам и нашим деткам легко, интересно и весело. Все, до свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»